Сегодня 10 июля, 2013 год. Мы находимся в гостях у отца Игоря Бобрикова в Адыгее, хутор Карцево, Геогинский район. У него здесь большое хозяйство. Вот он, дом его, огромный дом. Игнать Тихонович и брат наш Николай. Я еще подробностей не знаю, но сегодня еще до рассвета тут встал, Николай с Виктором там ночевали, посмотрел. Тут работников надо много, замечательный батюшка, активный. Я говорю по строительству в таком месте отдаленном, дальше его ничего нет, только кукурузные поля идут. Не о духовной работе, а именно вот как человек. У него видно мозолистые такие, руки крепкие. Он помоложе меня не на полный год и надо сегодня под уровнем расспросить. Матушка Нина, звать Игорь Бобриков. Это Адыгея. Вот. А хорошее отношение у него со всеми. Дальше мы это обсудим. Сейчас вот я приду. Главный вопрос заинтересовал меня, какие он ведет занятия. И если только можно будет, я постараюсь здесь заявку сделать на души людей, чтобы они открытым оком смотрели на этот мир, понимали все. А без самоотречения ничего не будет. Это все рухнет. Но оно и так уже весь мир к концу идет. Поговорили мы, батюшка вчера братьям рассказывал, что там с парашютом прыгает и какие порядки воинской части. Для этого понятно. Это громадный, огромный труд. Это не по указке начальника. По указке царской армии было и чем это кончилось. Шли с иконами, все воевали. Весь амур засыпали иконками. Нам нужно одно, чтобы люди познали Христа. А если этого нет, Слово Божие не знает, ничего этого не будет. Видите, какой большой труд. Это все заасфальтировано, забетонировано. Кто сделал? Он лет двадцать тут уже был. Я подробности не узнал. Матушка сказал, что он какое-то изобретение сделал. Из-за этого получал что-то. И вот этот дом построил. Это дом, храм. У него большая тут положена работа. Такой активный батюшка. Видишь, он где находится. Ну, вчера кое-какие точки так мы нашли, где соприкосновение, можно сказать, есть. А остальное, по Слову Божию, это не для этого комментария. Ясное дело, что мы за абсолютную точность исполнения Слова Божия, не прибавление, чтобы Бог не обличил, не оказались лжецами. Притча 30 глава 6 стих. Ни слова, нигде не добавить. На первом месте Христос. А работа эта незримая, тихая, с отдельными душами. Вот протестанты, когда ведут в армии, не так, что согнали там все, отстояли службу, пошли. А именно каждый сам самостоятельно должен уверовать прийти к Господу. А дата уверования не обнаружена. Это... Ну, мы должны реально просто на это смотреть. Этот труд содействует духовному труду, когда знаешь точное направление. А когда... Ну, как все, так и я, все это под архиерейской дланью, то никуда не выйти. Это те же самые стенки, за стенку слепому держаться. Это все так. Пойдем дальше сейчас. Матушка встанет. Матушка...